Этого дня воспитанники специальной школы номер один города Бреста ждали с нетерпением. Атмосфера праздника, новое знакомство и веселье – это то, чему рад каждый ребёнок. Но самое главное, к ним пригласили профессиональных фотографов, и каждый из ребят впервые стал героем фотосессии. О, хорошо, и посмотрим на меня сейчас. Вот туда. Раз. У нас родилась мысль провести в Ленинском районе такую акцию по фотографированию с детками, которые имеют нарушение аутистического спектра. Для того, чтобы показать собственным примером, что эти дети такие же, как и все мы. Что да, все мы разные, но мы равные. Что такие ребята нуждаются в нашей заботе, понимании больше, чем какие-либо иные дети. Поэтому мы всех призываем быть толерантными друг к другу, приходить на помощь всем, кто в ней нуждается. Подарить частичку своего тепла детям, разделить с ними радость этого дня и запечатлеть его яркие моменты на фото пришли родители ребят, представители администрации Ленинского района, сотрудники и руководители специальной школы и коррекционного центра «Стимул». Конечно, наверное, предвзятое отношение к детям с синдромом Дауна у многих людей. Но я вам скажу, как человек, который столько лет работает с детками, это самые нежные, самые добрые, самые милые дети. Вы понимаете, ни одна мама, наверное, не увидит столько ласки, сколько увидит мама ребенка с синдромом Дауна. Не бывает у них плохого настроения. Они, конечно, могут злиться, они могут обижаться, но очень быстро отходят и всегда приходят к тебе, обнимаются, жалеют тебя, хотя ругал-то ты его. В нашем районе, в нашем городе, в стране в целом есть много таких людей с особенностями, которые требуют особого внимания. Особого внимания других детей, других взрослых людей и всего общества. Поэтому в Ленинском районе города Бреста уже второй год подряд проводится так называемая неделя толерантности в учреждениях общего среднего образования. Люди с особенностями живут рядом с нами, и каждая из них нуждается в нашем внимании и поддержке. Для этого не надо материальных затрат или особых усилий. Ведь зачастую, чтобы сделать кого-то счастливее, достаточно просто уделить человеку немного внимания, заговорить или улыбнуться.